Людей, которые вложили в строящееся жилье последние деньги, а взамен получили лишь головную боль, во Владивостоке больше тысячи. Однако в реестре обманутых дольщиков значится всего 105 человек. Именно этой небольшой группе краевые власти планируют помочь. А вот что делать остальным? Таким вопросом задались депутаты на заседании комитета законодательного собрания. К ответу призвали инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства. В Приморском крае работает 56 застройщиков на строительстве 156 объектов. Из них 81 жилой дом строится с привлечением средств граждан в соответствии с 214 федеральным законом. К проблемным отнесены объекты на улицах Кипарисовой 26, Пихтовой 35, Грибоедова 46, Зейской 10, Славянской 17 и Кипарисовой 2. По последнему дому, кстати, ситуация более-менее перспективная. Все долгострои, вот эти у нас, так называемые красные зоны, которые находятся, это объекты, начинали строительство в 2007-2008 годах. Застройщик за время, по которому строил объект, неоднократно привлекался, нарушал. Самовольно в процессе строительства изменил конструкцию объекта, так называемая конструкция куб 2,5, увеличил площадь объекта и этажность. Площадь объекта увеличил на 3 с небольшим тысячи квадратных метров. Удобная ситуация складывается по всем проблемным домам. Застройщики самовольно меняли этажность, конструкцию зданий, количество квартир. Кое-где имели место двойные продажи. Мы поняли, что у нас какие-то проблемы в доме, когда мы начали собираться в апреле все вместе. То есть седольщики, пайщики для встречи с застройщиком. Вопрос встречи у нас был такой, что вроде как дом сдается, но его не принимают. Мы решили тогда написать обращение в администрацию края. Мы записались, у нас был инициатор в группе тоже, она нас записала на прием к Ежову, тогда еще бывший висок губернатор. С тех времен, с тех пор мы стали ходить в администрацию почти ежемесячно. Сейчас многие нерадивые застройщики в местах не столь отдаленных, а дольщики один на один остались со своими проблемами. Патовая ситуация складывается по дому на улице Кипарисовой, 26. 20-этажный дом построен на фундаменте 10-этажного и весь трещит по швам. Мы считаем, что большая доля того, что мы оказались в такой ситуации, это вина все-таки наших властей. Конкретно инспекции по надзору и контролю за далеким строительством, потому что вот из 10-этажного дома каким-то образом вырос 20-этажный. При том, что штрафовала постоянная инспекция и что только она не делала, но каким-то образом дом рос. В суд они почему-то не решали обращаться. Мы жаждем встречи с губернатором, чтобы он нам все-таки объяснил ситуацию, каким образом мы можем выйти из этой ситуации. Что делать с та семьям, которые останутся без квартир, потому что половину дома разберут. На вопрос депутатов, как инспекция могла проглядеть небоскреб, Михаил Заимченко лишь пожал плечами, расписавшись собственным бессилием и недостатке полномочий. По его словам, с момента, когда застройщик получает от инспекции первое уведомление, до судебного решения о приостановке строительства проходит полгода-год. За это время этажность и квадратура растут буквально на глазах. Парадоксальная ситуация сложилась и вокруг дома на Грибоедово, 46. Несмотря на то, что жильцы готовы скинуться на достройку дома, сделать это не удается. Застройщик даже из камеры заключения им всячески препятствует. Последние полтора года мы занимались тем, чтобы данный объект мы передаем нашей дирекции КППК. И на сегодняшний день Зубов через доверенных лиц всячески пытается нам помешать в этом, пытаются обанкротить пассифик. Мы собрали огромный материал, мы являемся участниками по делу. И совместно с дольщиками, здесь представитель есть, также группа инициативной, передали все эти материалы в прокуратуру. В отчаянии дольщики сами ходят по инстанциям, не искать правды, а чтобы хоть как-то повлиять на судьбу своих недостроев. Пишут иски, выступают в судах, собирают совещания с прокуратурой, выходят с предложениями даже на Госдуму. По словам людей, на местном уровне их не слышат. Подводя итоги обсуждения, глава экономического комитета Александр Костенко попросил выступавших передать свои предложения приморским депутатам. Совместно с дольщиками те проработают предложения и направят их коллегам в федеральный парламент. Кроме того, депутаты попросили строительную инспекцию предоставить дорожные карты по каждому проблемному дому до 1 августа. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.